Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим на тему страхи, фобии. Как они влевляют на вашу жизнь и как они у вас создаются. Сегодня у нас в гостях замечательная женщина, специалист Аня Нуаймая. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Я благодарю вас за то, что вы уделяете нам время, рассказываете о своей ценности. Я очень рада вас видеть. И детик, расскажите нам немножко о себе. Я регрессолог, целитель. И когда я была ещё ребёнком, у меня всегда было общение с ангелами. Были астральные какие-то. Да, я летала над землёй, видела очень много. Но когда маленькие дети, они не понимают, что это их особенность. Поэтому для меня было это абсолютно нормально. Это уже когда я сегодня это анализирую, я понимаю, что это было подарком. Ну, конечно же, когда мы начинаем вот в школу, родители там, это всё забывается. И уже теперь во взрослой жизни это начинает обратно. Я начинаю это всё обратно вспоминать. И начинаю уже это использовать в моей жизни, в моей целительской работе. Вот. Восемь лет тому назад я проснулась. Вот так было это. Сегодня на завтра. Оп. И я пришла в совсем другое состояние понимания того, что что-то происходит не то на планете Земля. Что-то как-то я не всё понимаю. До этого всё было хорошо. А вот как-то в один момент я как будто проснулась и начала больше познавать себя. Кто я такая? Зачем я на планете Земля? То есть начала задавать такие очень важные вопросы. Начала очень много работать над собой, над проблемами, моими личными, над моими страхами, над родовыми программами, над кармическими программами и так дальше. И уже три года тому назад, как бы, я думаю, прошло очищение, да, и уже три года назад, когда началось вот это время, которое мы все хорошо помним, да, которое начинается на злую букву К, я не хочу называть это слово, чтобы эти хорошие вот эти вибрации, которые у нас сейчас, да, в студии не мешать. У меня началось вот именно тогда, начали уже картинки кармические, вот идти я с человеком общаюсь, начались вот эти кармические разные картинки идти, я вот знала, откуда идут проблемы, то есть автоматически идут знания. Ну и потом уже мои, наверное, наставники, проводники, я не знаю, кто там точно, я с ними пока что, ну так, незнакома, да, близко. В лицо в лицо, но они начали мне вот помогать идти именно по этому пути. И уже потом и люди появились, и возможности появились, и я вот выбрала для себя вот этот путь регрессолога, целителя, и сегодня я здесь с вами делюсь моими знаниями. Это очень ценно для нашей планеты Земля, вот такие люди, как вы, это очень ценно, и вы можете помогать людям, приносить пользу. То есть я правильно поняла, вы можете, смотря на человека, понять его проблемы и суть проблем? То есть вы видите? Вы знаете, я думаю, что если бы этот процесс, у меня было такое время, когда это происходило автоматически, то есть я просто общалась с каждым человеком, и я видела все его проблемы, все его темы, всех его демонов, и я сказала, что это заберите, это у меня, и это ушло, и потом уже со временем я научилась управлять этим процессом. То есть если я, например, общаюсь с человеком, то он для меня нормальный, и я ничего не вижу, но если у меня, например, сессия, и я работаю с человеком, моё подсознание подключается к его подсознанию, и да, я могу считывать эту информацию с его энергетического пространства. Можно назвать это волшебством? Я не думаю, что это волшебство, это дар, это просто дар, да, ну, может кто-то называет это волшебством, но для меня это просто качество дар, который важно развивать, над которым нужно работать, потому что это и подарок для людей, которые находят путь ко мне, да, потому что я могу быстро и качественно им помочь. Скажите, а с какими темами вы работаете, и как вы помогаете людям? Ну, смотрите, регрессология — это такой инструмент, да, и целительство, это такой инструмент, мы можем работать со всеми темами, как специалисты. В моменте я специализируюсь именно на страхах, на фобиях и на панических атаках. Дело в том, что наш мир, такое впечатление, что он сходит с ума, да, вот рушатся вот эти все системы старые, вот изменений очень много, и у людей поднимается очень много страхов, то есть они были всегда у них. Но сейчас очень много триггеров, которые приходят извне, и люди начинают, это начинает очень сильно проявляться, и вот так они находят путь ко мне, и я могу им помочь. Я работаю только и с подсознанием, я работаю только на уровне души, и помогаю людям осознать, понять, какие у них есть программы, потому что я вижу вот эти наши страхи, например, если мы возьмём, да, это как программы. Кто-то когда-то нас запрограммировал, то есть мы как компьютеры, да, нам какие-то программы вложили, это часто бывают родители или близкие люди в нашем окружении, это может быть школа, садик, то есть очень много, ну, много программ, которые находятся в нашем подсознании. И мы вот именно через инструмент регрессологии, через мой вот этот дар считывать информацию из подсознания человека, общаться с его душой, я могу подсветить человеку, откуда его программы, да, откуда они появились, и помочь ему трансформировать их в тот ресурсный ресурс, который ему нужен сейчас в этот момент. Например, человек приходит, он говорит, ой, страх, что я работу потеряю, страх, что я не смогу кредиты платить, страх, что вообще, что будет, да, вот. И когда мы с ним работаем, то, например, мы можем страх из его системы убрать и на это место загрузить новые программы, например, доверие к жизни, к себе, к любви, к творцу, да, лёгкости, принятие того, что происходит, и люди начинают видеть ресурс в ситуации, да, вот, это основной такой, ну, коротко, об этом можно разговаривать, рассказывать. Да, да, но почему вы именно выбрали эту тему, вот, страхи? Что подвигло вас вот заниматься именно этой темой сегодня? Вот вы рассказываете. Я такой человек флексибельный, я больше подстраиваюсь под людей, да, вот, когда я вижу, что люди приходят ко мне с определёнными темами. Было время, ко мне приходили люди за предназначением. Ну, я помогала людям находить их предназначение. Потом началось какой-то период, начали люди приходить с соотношениями, да. Хорошо, тогда я, ну, вот это действительно, каждый человек, который приходит, вот, приходит с этой темой, да, и я ему помогала, вот, именно с этой темой. Теперь вот последние полгода, наверное, в основном люди приходят со страхами. Это и страхи публичных выступлений, это и экзистенционные страхи, это и страх неизвестного, это и страх болезни, это страх потери близкого человека, то есть очень много разных страхов. Если мы над страхами не работаем, они идут, они переходят в панические атаки, фобии, да, то есть это такой процесс, который, если его не останавливать, над ним не работать, он растёт, растёт, развивается, и когда-нибудь может даже вот такое состояние прийти, когда человека уже вообще нету, он только ходячий страх, да, или фобия ходячая, то есть там уже жизни человека вообще никакого нету, да. Вот, и это была моя мотивация, начать работать с людьми, которые со страхом, потому что они просто ко мне приходят, то есть по какому-то резонансу, они находят ко мне путь. То есть расскажите нам немножко, вот человек живёт в страхе постоянно, как это влияет на здоровье, например, человека? Почему нужно именно от страхов избавляться? Как это влияет? Ну, смотрите, есть такой универсальный закон, как где твоё внимание, там твоя жизненная энергия, да. То есть то, что мы поливаем каждый день, то, за чем мы ухаживаем, оно и растёт. Если вы, например, своему ребёнку каждый день говорите, ты неряха, ты неаккуратный, у тебя то не получается, это не получается, в школе идёт. Как вы думаете, кем вырастет этот ребёнок? Да, точно так же. Да, есть такая пословица, да, если говорить человеку 20 лет, что он свинья, он рано или поздно захрюкает, точно так же. И здесь такая ситуация, если у нас страх, и мы часто об этом думаем, мы начинаем уходить от ситуации, например, да, где мы можем вот этот страх проживать, мы начинаем, это очень влияет на наш профессиональный рост, на наш личностный рост, да, то есть это границы, это ограничения. И мы постоянно думая об этом, а мы являемся творцами нашей реальности, через наши мысли, через наши чувства, мы действия, мы создаём этот мир, да, мы сотворцы, творец создал Вселенную, а мы создаём нашу реальность. И вот именно, когда мы думаем об этих страхах, боимся страх страха, да, мы боимся этих страхов, мы постоянно сливаем эту энергию. Откуда может быть энергия для новых проектов, да, для новых отношений, для здоровья, для семьи? Её нету, потому что всё уходит туда. Каждое утро, вот я это наблюдаю, да, вот каждое утро мы получаем какой-то определённый уровень энергии. Вот. И куда мы эту энергию растратим во время, в день? Это уже мы решаем. То есть мы можем её слить в туалет, а можем созидать, творить и делать добро. То есть это сила наша личная, ну, наша вот, да, творцы, как мы, как творцы. Поэтому если мы не управляем этими процессами, нашими мыслями, нашими чувствами, то мы не можем управлять нашей судьбой. И уже какой-нибудь триггер откуда-то приходит, а не постоянно приходит, да, вот какие-то ситуации происходят. И другие люди, они как зеркало для нас, да. Как только я это поняла, что никто мне не друг, никто мне не враг, но каждый для меня учитель. И я начала, у меня пошло развитие, да. Я начала понимать, что каждая ситуация, которая меня триггерит, она пришла для того, чтобы мне помочь понять, а что во мне хочет измениться, быть принятым, быть понятым. И вот для того, чтобы мы могли жить жизнь, которую мы хотим, развиваться в том направлении, в котором мы хотим расти, эволюционировать, да, нам обязательно нужно работать над собой, и в том числе убирать эти страхи. Потому что, говорят, страх, он делает тебя осторожным, там, это инстинкт самосохранения. Да, но это важно для зверей, это очень важно, и для маленьких детей. Потому что у нас есть сознание и самосознание. И мы, ну, для того, чтобы понять, что высота может быть опасна, мне не надо вылезать на десятый этаж и оттуда прыгнуть, да, я это понимаю. А маленький ребёнок, он этого не понимает, но если он подойдёт к краю, да, высоту, так, когда уйдёт вниз, он сразу же уйдёт оттуда, если у него всё нормально, да, потому что у него инстинкты срабатывают. Но это до какого-то определённого возраста, когда мы взрослеем и уже осознаём себя, то эти страхи, они начинают нам мешать, и над этим нужно обязательно работать. Потом ещё такой момент со страхами, это страхи, это моя любимая тема, я могу очень, очень много об этом говорить. Когда мы маленькие дети, мы зависим от взрослых, да, то есть это взрослые, это их задание, обеспечить нам выживание. И, конечно же, когда они нам помогают расти, развиваться, они точно так же программируют нас. Они дают нам свои страхи, передают, свои программы передают. И это не потому, что они плохие или потому, что они чего-то плохое нам хотят. Нет, они просто не умеют по-другому. Это мы уже первое поколение, которое начинает осознавать, понимать, и своим детям мы уже эти страхи не передаём, мы работаем над собой, да. Вот, а наши родители, они не умели по-другому. И очень часто эти страхи, они передаются из поколения в поколение, да. И люди, не осознавая этого, просто передают это дальше, дальше. А мы уже это перенимаем, эти страхи, какой-то триггер приходит, извините, какая-то ситуация, да, автопилот включается, реакции пошли, и мы уже вот в этом колесе крутимся-вертимся. Но там нету развития, там только слив энергии. Поэтому, ребята, работайте над собой, работайте над своими чувствами, над своими мыслями, потому что это ваша природа творца. Ну, вот я сама очень такое была, ну, нервной, панически, вот у меня страхи были за будущее, пока я не обратилась к тебе и не прошла твой курс. Вот, самостоятельно я это не могла брать, потому что это заложено в моём детстве, да, и я советую всем обращаться вот именно к Аканне Ноймайер, потому что она вот специалист по страхам, по фобиям, по паническим атакам. У меня иногда были панические атаки, когда я слушала новости, да. Это самый основной такой источник страха, который вот именно внешне как бы влияет. И пока я вот не обратилась к специалисту, я вставала вот как помятая, да. Помятая у меня был день сутка, вот страхи, плюс приходили люди, особенно в те периоды, да, с 19-го года. Вот эти страхи наложились ещё на те страхи, которые были у моей мамы, да, у папы, у целого рода даже, может быть, страхи, так, и я обратилась вот к Ане, и она мне помогла. Так что обращайтесь к Ане, и она вам тоже поможет. Это специалист, я вам советую, так как на примере себя могу как бы поддержать. Аня, это действительно мастер своего дела. Очень рада, что ты пришла к нам, и сегодня я поделила своим опытом. Расскажи нам немножко о других клиентах своих, как ты помогла им, например. Ну, у меня люди приходят с разными запросами, с разными темами, ну, вот последний клиент был, у него был страх публичных выступлений, он хочет, он работает менеджером в фирме, хочет расти по карьерной лестнице, но чем больше мы растём по карьерной лестнице, тем больше нам нужно общаться с людьми, а у него была социофобия, то есть у него был страх других людей. И, конечно же, выступление было для него перед другими людьми очень тяжёлым испытанием. И вот когда мы пошли с ним в его детство и нашли ситуацию, когда он был маленьким, ему было три котика, и были гости у них дома, и его заставляли читать стих какой-то, а он не хотел, ему было страшно, он был маленький. И вот это чувство, что его не любят, какая-то неуверенность, какая-то непонятка, что происходит. Это настолько глубоко записалось на уровне подсознания, что это до сих пор влияет на его поведение. И как только он выходит один из толпы, один на один на толпу, на людей, на публичные выступления, у него сразу же там начинают вот эти, знаете, специальные вот эти страхи. Там реакция, руки трясутся, сердце бьётся, давление поднимается, чуть не полувоморочное состояние. Он говорит, я вообще, ну это мне вообще меняет в профессии. И когда мы вошли в эти глубинные слои подсознания, нашли вот эту тему, и её проработали, то ещё, конечно же, нужны техники для того, чтобы работать над самооценкой, над уверенностью в себе, там разные ещё техники, дыхательные, медитация. То есть нужно над собой работать. А никто просто теперь ничего не упадёт с неба-то. То есть мы для этого, мы пришли сюда для того, чтобы учиться, развиваться и работать над собой. Это только в работе. И вот он молодец, он очень хорошо пошёл дальше. То есть ему это помогло. Потом ещё у меня есть одна клиентка, у неё есть страх, она тоже боится людей. И она, у неё была потеря родителей два года тому назад. Она и так была достаточно такая, ну, пухленькая, да. А когда ушли родители, у неё депрессии начались, она начала очень сильно кушать. И ещё больше. Вот сейчас она весит 200 килограмм. И теперь такая ситуация, что она перестала выходить, ну, была ситуация такая, перестала выходить к людям, да. Соседи начали делать за неё покупки. И вот мы сейчас тоже работаем над этой темой. Она делает первые успехи, похудение и проявление себя, выход к людям. Ну, и здесь тоже, да, очень много, когда работаю я с клиентами, то подсознание показывает эти все причины, эти все проживания, которые были в детстве. То есть ничего никуда не девается по закону энергии, да, всё сохраняется на подсознательном уровне, тем более мы как дети, мы идём как будто с видеокамерой по жизни, всё снимаем, всё записываем, у нас нет критического мышления, да. Критическое мышление, оно включается где-то в 11-12 лет, а вот это всё вот так записывают дети. И всё вот это на подсознании, да, как программы. И уже потом всё на автопилоте. Вот когда клиенты начинают понимать, осознавать, откуда оно идёт, как влияют вот эти программы из прошлого, из детства на их жизнь сейчас, то там происходят очень интересные метаморфозы. Вот это чудо, вот это, Гришет, вот это чудо. Как меняются люди благодаря нашей работе. То есть я понимаю так, что с регрессологией плюс твой дар, это всё в комбинации вот даёт результат. А должен ли человек сам тоже стремиться к... Конечно, конечно. Я работаю только с мотивированными. Работаем с 50 на 50, да? Да, да. Я могу работать только с мотивированными людьми. Только с теми людьми, которые приходят и говорят, пожалуйста, я хочу этого избавиться, да. Мне не надо человеку беседовать, почему он говорит, я всё понимаю, я всё знаю, я просто помогите мне от этого избавиться. Тогда я могу человеку помочь. А если человек не хочет, потому что может быть вторичная выгода, может быть, он сидит в комфортной зоне, он не хочет выходить из этого состояния. Да, да, плохо, да, нехорошо, но я уже так 40 лет живу. То есть привык уже к этому, да. Наш мозг, он хочет постоянно сохранять вот это, то, что он знает. Наш мозг не очень любит нового, да. Вот. И этим людям тяжело помочь. Я, ну, я не берусь за таких людей, да. То есть это... Есть какие-то возрастные вот какие-то препятствия, например, многие люди не работают с детьми или там с очень пожилыми людьми. С кем именно ты работаешь? Нет, я себе не ставлю никаких границ, да. То есть я в доверии, что ко мне приходят правильные люди, когда они готовы. И если это приходит ребёнок, очень часто ребёнок бывает старая душа, у которой очень много знаний и понимания, больше, чем у меня лично, понимаете. Поэтому... Или старые люди, если они осознанные, если они понимают, то с ними одно удовольствие работать. То есть я не ставлю никаких границ. То есть как люди ко мне приходят, так и работаю. Наши зрители спрашивают, как с тобой связаться? Где можно найти такое золотое... Я считаю, золотой ключик к вашим решениям, вот именно решению ваших проблем, да. Я предлагаю, что мы оставим ссылочку в описании этого видео. И кому будет интересно, он может найти меня, мы можем пообщаться и посмотреть, как я могу человеку помочь. Супер. Я очень рада, что ты пришла ко мне, именно уделила внимание и поговорили о таких важных моментах, как страх. Именно страх, я думаю, очень вреден для человека, для тела. Мы стареем. Мы стареем. Я когда боялась, я прям считала морщины и свою седину. После работы с Анной я помолодела даже. Мне очень приятно было с тобой время провести. Благодарю за такую насыщенную программу и тему ты раскрыла полностью. И кому нужно обращаться, я советую именно Анну, потому что это специалист, и я испробовала на себе ее волшебные дары и ее мастерство. Благодарю, Куша. Благодарю за то, что вы меня пригласили и за ваши хорошие, добрые слова. Благодарю. Благодарю. И я вас благодарю, что уделили нам внимание и свою вот энергию позитива вы прям через экран нам передали. Всех благ вам, Анна. До свидания. Благодарю вас. Благодарю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok